Всем привет! Сегодня я решила поделиться с вами своими историями из личной жизни. Хочу вам рассказать, как я стала из уборщицы, директором, бизнес-вумен. Я надеюсь, что мой рассказ, возможно, кого-нибудь вдохновит на какие-то новые подвиги, и кто-то, может быть, как и я, захочет изменений в своей жизни и дерзнет, не побоится, и изменит свою жизнь в лучшую сторону. Ну, с чего я хочу начать? Это был 2007 год. На тот момент мне было 43 года. Дочь моя уже несколько лет жила в Москве. Сын жил со мной. Ему уже 18 лет исполнилось в том году. Он тоже жил уже своей жизнью. Самостоятельный человек. Он работал. Там с друзьями встречался. Ну, в общем, я в его личную жизнь не лезла. И, в общем, как бы он жил сам по себе, я сама по себе. Моя жизнь на тот момент меня уже перестала устраивать. Мне в своей жизни приходилось много раз менять работы. С течением разных обстоятельств мне приходилось и уборщицей работать, и посудомойкой, и продавцом, и певицей в ресторане. Ну, в общем, разные-разные-разные швея там, то на заводе, то там, то там. Ну, о работах я как-нибудь расскажу, может быть, отдельно. В принципе, просто так перечислять мои профессии, это неинтересно. Но если рассказать что-то связанное, допустим, с той или иной профессией, почему я попала туда, и почему я стала работать тем-то и тем-то, это, может быть, будут какие-то вот такие вот отдельные истории. Но сейчас я хочу вам рассказать вот 2007 год и до 2009 года вот этот период, особенно 2007 год для меня был переломным, и очень сильно моя жизнь изменилась. В том году я жила в Ростове, работала уборщицей. Ну, в принципе, самая такая простая работа, где не нужно там не особо напрягаться, никаких там мозгов включать, ничего. То есть просто идешь, работаешь метешвейником и все дела. Я просто какой-то момент, в 43 года, я поняла, что детей я вырастила, они уже живут своей жизнью самостоятельно. Я осталась топтаться на месте, и у меня еще были силы, энергии что-то делать, но не хватало, видимо, может быть, знаний там, я не знаю, ума, может быть, какого-то толчка не хватало, чтобы что-то поменять. Ну, видимо, необходимы были какие-то для меня уже перемены. И так получилось, что дочка меня позвала к себе в Москву, я к ней съездила летом того же года, просто погостила недельку. Мне понравилось, мы там с ней походили по торговым центрам, по салонам. Но остаться тогда я была еще не готова, морально, видно, еще была не готова. Но осенью того же года, в ноябре, я все-таки решилась и рванула в Москву, жить с дочкой и попробовать себя в чем-то другом, найти какую-то более, может быть, достойную работу, почувствовать себя как-то более лучше. И когда я туда приехала, уже я и сказала, что я хочу работать, мне сидеть дома неинтересно. И, конечно, жене в ушице, а что-то более поинтересное, мне хотелось и с людьми общаться, и какую-то более чистенькую работу. Так получилось, что дочка по своим знакомым поспрашивала, где требуется, допустим, продавец, да, и нашла работу продавца-консультанта на мебели в торговом центре. У меня тогда опыта работы не было еще с мебелью. Но мне сказали, ничего страшного, не переживай, мы тебя научим, все расскажем, покажем. Мне тогда пригодились знания по черчению, геометрию. Как раз-таки эти предметы в школе я любила и, в общем, хорошо знала, чертить могла хорошо. И тогда я устроилась работать в торговый центр, там на точку, где была мебель на заказ. Сейчас приходилось мне конструировать, чертежи рисовать, люди там заказывали таких размеров или таких размеров, что-то там, шкафы, купели, какие-то вообще этажерки. Но я там поработала где-то с месяц, и там у меня была работа 2-2, в общем, была куча свободного времени, а зарплата была маловатая. Ну и также, общаясь вот с этой своей знакомой, она мне сказала, если тебе нужна подработка, я тебе найду подработку. Но она мне сказала, что у нее есть одно место, где она там подрабатывала, и сейчас там на данный момент место пустое. Ну, я согласилась. В общем, поехала я в другой торговый центр, поговорила с девочкой, которая тоже продавец-консультант, ей нужна была напарница. Ну, она спросила, сколько я зарабатываю на этой точке, она мне сразу сказала, зарабатывать ты будешь здесь в 2 раза больше, и это будет стабильная зарплата, но работать нужно будет 5 дней в неделю. А также она сказала, что всему обучит, все расскажет, и, в общем, какие-то дни мы будем работать с ней вдвоем, и, в общем, по ходу работы она мне все объяснит и все расскажет. Вот таким образом получилось, что на первой точке я поработала месяц, и, в общем-то, я оттуда ушла, и пошла работать уже в другой торговый центр на полную занятость. Что было замечательно, что именно, наверное, столкнуло меня на какую-то самостоятельность. Во-первых, общение с женщиной, которая меня первый раз привела на работу, Ольга ее звали. Она, помимо того, что она работала на хозяина, она еще открыла свою точку в том же торговом центре, и была уже как и бизнес-вумен, имея свое дело и торгуя, работая на себя. И как-то один раз в разговоре она обронила фразу. Она мне сказала, вот когда ты откроешь свою точку, тогда, дальше не помню, что она сказала, но вот эта вот фраза, о которой она обронила, мне тогда какое-то зерно, видимо, в голову село такое. Я не верила до этого, что я могу когда-нибудь открыть свою точку. Как это я буду сама на себя работать? Не верила в себя. Но не будем забегать вперед. Когда я пошла работать на вторую точку, и вот это вот моя напарница Ирина, она меня тогда обучила всем тонкостям, и, в общем-то, буквально за месяц я совершенно там освоилась. Но еще можно сказать спасибо нашей директрисе, которая работать совершенно не хотела. Она на точку появилась, по-моему, за все время раз. Я там работала несколько месяцев. За все время, наверное, раз появилась. И иногда приходил ее муж, забирал выручку и все. Вся остальная работа у нас, диалог происходил по телефону. И принимали мы заказы у людей. Заказ этот мы формировали, мы его оформляли, мы его подписывали в договор, мы отправляли заказ на фабрику. Мы отслеживали, чтобы заказ вовремя поступил клиенту. Также мы организовывали сборку, доставку, рекламации. Также, если какие-то детали заменить, отправляли на фабрику. Все это отслеживали, чертили, чертежи. Все это отправляли. Нам приходилось работать абсолютно самостоятельно. Наша директриса даже как-то нам сказала, мне просто продавцы-консультанты не нужны, мне нужны менеджеры. Также мы платили аренду с вырученных денег. Мы просто во всем директрисе отчитывались, но всю ее работу делали самостоятельно. Она только сидела дома и по телефону с нами общалась. Если что, по факсу мы отправляли, если какую-то там бумажку ей. Также подписи печати, все это ставили. Все у нас было уже под рукой. И может быть, благодаря вот этой директрисе, которая не хотела работать, которая всю работу, всю ответственность, все договоры, переговоры, все она взвалила на нас, может быть, благодаря ей я научилась полностью самостоятельно вести все, все дело. И как-то в разговоре с Ириной даже я сказала, что мы также с таким же успехом, мы могли бы работать на себя и получать не какой-то там процент от выручки, а в принципе, в общем-то, все прибыль. То Ольга мне там зерно такое закинула в голову, что когда будет у тебя свой бизнес, то тут директриса взвалила все свои обязанности на нас, и я таким образом научилась делать все сама и отслеживать полностью всю работу. Ну и вот таким образом получилось, что в ноябре я приехала в Москву. Месяц я посидела, принимая заказы, мебель под заказ, и потом уже в декабре я перешла работать на ту точку, где мы самостоятельно все делали, уже были как менеджеры торговой точки, торгового зала. И в общем, несколько месяцев мне было достаточно для того, чтобы все это освоить, и в марте я уже оформила документы на свое ООО, стала генеральным директором своей точки. В общем, недалеко от дома, там, где мы снимали квартиру, в торговом центре я арендовала небольшое помещение, сходила на выставку, на выставку мебели, посмотрела, какую мебель мне больше хотелось продавать, но я также выбрала корпусную мебель, в общем-то, стенки из корпусов, ну и также там тумбы, комоды, всякая кровать, всякая разная, в общем, корпусную мебель, так как я в ней уже больше развялась. И все, заказала мебель, мебель мне поставили, и села я на точку торговать самостоятельно. Но я вообще планировала в дальнейшем расшириться. Сначала я думала, что я, наверное, посижу сама. Во-первых, мне нужно понять, что нужно покупателю, что мне нужно изменить, каким образом привлекать покупателя, как организовать доставку, сборку и все остальное. В общем, все это мне нужно было организовывать. И даже я вам хочу сказать, что сначала мебель у меня была недорогая, то есть расценки самой мебели были недорогие. Но так как доставка и сборка, это у меня были сотрудники сторонней организации, поэтому у них были расценки не очень дешевые. Иногда покупатели говорили, вот у вас мебель недорогая, но у вас доставка, сборка стоит дорого. А вот там вот, ну так как я сидела в торговом центре, где полностью несколько этажей продавалась только мебель. И вот там вот, а там у них бесплатно доставка, сборка. Я им говорила, вы не думайте о том, что эта доставка, сборка, она входит в стоимость мебели. Поэтому мебель у них дороже стоит. Я говорю, если у меня будет бесплатно, то, естественно, это будет уже входить в мебель корпуса. Ну и так, послушав несколько покупателей, покупателей, в общем, получается, по заявкам покупателей, в принципе, я эту стоимость раскидала по корпусам и сделала также бесплатно доставку и сборку, а мебель стала у меня стоить дороже. Но, тем не менее, ее почему-то стали тогда уже покупать лучше. Ну, первые месяцы, конечно, торговля шла слабенько, но мне и говорили мои коллеги, что, в принципе, первые месяца обычно мебель должна устояться или что-то такое. А потом еще я открыла как раз точку не в сезон, это был конец весны, и обычно торговля падает в это время. Ну, в общем, ничего. С середины лета торговля пошла, и, в общем, торговали нормально, и были хорошие заказы, были небольшие заказы, были такие заказы, когда просто много мебели заказывали за раз. И я сразу могла высчитать свою прибыль. Я была на десятом небе вообще от счастья, что, в общем, я теперь могу разбогатеть. Но все было бы хорошо, если бы не кризис 2008 года. А еще, когда я уже открыла свою точку, когда уже наладила, в общем-то, торговлю, работу, ну, я еще думала взять продавца, но думаю, сначала все-таки я сама посижу на точке, и сама пойму все какие-то нюансы. Потом, в конце концов, все равно у меня была куча свободного времени. Продавцы бы мне потребовались, если бы я уже начала открывать не одну точку, но мне нужно было сначала на одной точке понять, что нужно мне сделать, что мне нужно изменить. И у меня были бессонные ночи, иногда я прям голову ломала, не спала. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что, конечно, большая ответственность, когда ведешь свой бизнес. Это не просто вы пошли на работу, отработали свой день, вышли с работы и уже развлекаетесь, отдыхаетесь, занимаетесь своими делами, а когда у вас свой бизнес, вы об этом 24 часа круглосуточно думаете, что нужно там изменить, чтобы сделать лучше, чтобы торговля пошла лучше и так далее. Это один нюанс, но это большая ответственность. Если вы к этому готовы, то зеленый свет и дети действуете. Еще я решила сына перетащить тоже в Москву. Приехал сын в Москву, и мы с ним, в общем-то, я его научила этой работе, потому что, думаю, пускай он знает все эти нюансы изнутри. И мы с ним работали сначала вдвоем, потом по очереди. Ну, в общем, вся моя семья была в сборе, я была счастлива, все было хорошо, и была прибыль, и, в общем-то, были мы довольны. А вот уже осенью 2008 года начался кризис. Я сначала еще тогда не понимала, что такое кризис, и, в общем, к чему он ведет. Мы все почувствовали, что торговля остановилась. Во-первых, перестали покупать. Торговый центр опустел, некоторые точки начали сворачиваться. Особенно начали сворачиваться те точки, где, допустим, ну, какой-то, может быть, даже известный бренд, и у них много точек, например, по Москве. Самые нерентабельные точки, они начали закрывать в первую очередь. И также несколько точек позакрывалось у нас, в нашем торговом центре. Я за этим пока наблюдала. Прибыль остановилась, продажи остановились, уже покупателей не было, мало кто приходил, что-то там покупал. А за аренду каждый месяц надо платить. И уже я стала наблюдать, что за аренду приходится платить уже со своих, в общем-то, накоплений, сбережений. То есть уже денежки начинают таять. И в этом же торговом центре работала моя Ольга, моя вот эта знакомая, хорошая. И то же самое. В общем, мы с ней разговаривали. То же происходит у нее. На ее двух точках. Одна ее собственная точка, а другая точка, на которую она работала еще как менеджер. Но несколько месяцев я за этим всем понаблюдала. Конечно, сворачивать бизнес мне было очень жаль, потому что это все-таки стоило трудов и усилий, чтобы все это открыть. И были надежды на какие-то дальнейшие перспективы. Но с другой стороны, можно было уйти в большой-большой минус. И стать таким должником, что потом всю жизнь придется расплачиваться. У меня были такие мысли пойти взять кредит для того, чтобы платить за аренду и пережить этот кризис. Но дело в том, что никто не знал, насколько он продлится, насколько он протянется, и смогу ли я потом с этой долговой ямы вообще вылезти. Поэтому я сделала по-другому. Я в течение месяца распродала всю мебель, которая у меня стояла на образцах. По оптовой цене ее купили, раскупили. И, в общем-то, я быстренько свернула свою торговую точку и не пошла в минус. Решила, что, в общем-то, опыта я уже набрала для того, чтобы вести свой бизнес. И даже в крайнем случае, если мне придется уехать из Москвы и вернуться обратно в Ростов, то здесь я то же самое смогу открыть и также работать на себя, если мне захочется. При том, что я уже знала, какие нюансы там мне нужно учесть. Одну точку все-таки держать невыгодно, лучше их несколько держать. Ну, в общем-то, разные нюансы, но я их уже знала и знала, что нужно делать в общем дальнейшем. Ну, в общем, точку я тогда закрыла, решила пойти устроиться, работать лучше, кому-то на зарплату, но только на четкую зарплату, потому что так как мы все-таки и на квартире жили, нужно и за квартиру аренду платить, поэтому мне нужна была стабильная зарплата, то есть какой-то определенный оклад и плюс какие-то там бонусы, проценты или что-то, ну, уже от продаж. И вот как раз тогда был набор, набирали консультантов, промолтеров. У нас большая компания набирала промолтеров. И я пошла туда, хотя возраст у меня уже постарше, вообще-то берут обычно там, ну, до 35 лет, а мне уже было 43-44. И я пошла туда, но при собеседовании я рассказала о своем опыте работы, и, в общем, меня взяли. В 2009 году я пошла уже работать на бытовую технику, а до этого я работала на мебели. Ну, вот я с вами поделилась, в общем-то, такой вот информацией. Я не знаю, если у кого-то есть какие-то мысли о том, чтобы изменить свою жизнь, не обязательно для этого иметь образование. Есть люди, которые не имеют высшего образования, и тем не менее открывают свое дело, открывают свой бизнес, работают на себя, и, в общем, даже неплохо бывает и получается. Поэтому нужно верить в себя. Ну, дочь моя, она меня вдохновляла, потому что, конечно, у меня были куча-куча сомнений в своих силах. Я ей все время говорила, да как же я не смогу, да как же так. Она говорила, все ты сможешь, все у тебя получится, давай, бери, делай, пробуй, не бойся. И, в общем, она меня подталкивала к этим всяким моим действиям. Ну, и потом, я хочу вам сказать, мне очень, конечно, помогали и люди, с которыми я вот тогда встречалась, и они меня тоже вдохновляли, и помогали мне книги. Я тогда очень много читала. Они мне тоже дали сил, уверенности в себе. Но о книгах я расскажу вам в отдельном видео. Именно какие книги я тогда читала? Читала очень много. Читала с запоем. Не знаю, может быть, кому-то поможет моя история, которую я рассказала. Вы интересовались, с кем я работала? Ну, вот это вот тоже частичка моей жизни, кем я работала, кем я была. И, может быть, все-таки кто-то из вас дерзнет и пойдет свершать какие-то подвиги, поступки и менять свою жизнь в лучшую сторону. Если кому-то мое видео было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok